Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Остался у нас последний рывок в рамках этой недели. После уйдем на выходные. Нужно, конечно же, остыть, еще раз переварить ту безумную волатильность, которую мы, собственно, продолжаем наблюдать изо дня в день уже не первую неделю. Полагаю, что очень скоро настроения все-таки начнут меняться, волатильность спадет. В связи с этим, может быть, исчезнут, конечно же, возможности, которые связаны с повышенной динамикой. Но я считаю то, что предсказуемость рынка, она стоит таких, скажем, изменений и метаморфоз, которые, возможно, произойдут. Что касается сегодняшней торговой сессии. Несмотря на то, что ключевое событие этой недели у нас осталось позади, вроде бы как это событие было связано с выступлением председателя ФРС Жанет Ерин, я хочу, чтобы вы особо не расстраивались, потому что сегодня также довольно интересная и насыщенная сессия, поскольку сразу несколько отчетов будут характеризовать по новой, будем надеяться, и валютный блок, и еврозоны, то есть и Соединенные Штаты Америки. То есть по еврозоне у нас будут данные по индексу потребительских цен Германии, и по ВВП Германии, также и еврозоны валютного блока в целом. Что касается США, это ройничные продажи, которые у нас являются, опять же, индикатором потребительской активности. Сейчас, учитывая то, что доллар за последнее время практически был лишен какой-либо фундаментальной поддержки, за, наверное, две прошлые недели мы не видели ни одного стоящего отсчета для доллара, который можно было бы использовать в качестве такой средней долгосрочной поддержки и пытаться спроецировать эту хорошую статистику, хорошие цифры на возможные изменения риторики ФРС. Если сегодня ройничные продажи не разочаруют, значит, такой отчет на рынке появится. И нам он сейчас нужен как воздух, потому что, судя по прошедшей конференции Елен, дроп она, конечно же, наломала много, мы не услышали, опять же, мягкие нотки в ее словах, больше даже риторика была, точнее, не услышали жесткие нотки, больше риторика располагала к такому мягкому подтексту, что, разумеется, лишает доллар какой-либо поддержки. Обо всем поговорим поподробнее, поконкретнее, соответственно, к конференции Елен. Все-таки давайте вернемся, когда переключимся на пару USD-Е, а сейчас мы поговорим про наши традиционные вступительные активы, про динамику нефти и российского валютного актива. Brent low вчерашнего дня 29,91. В целом мы ориентировались сначала на 30-ку по рубежу ценовому по Brent'у, достигли этого рубежа, но выходить из сделки, конечно же, не нужно было, потому что мы не собираемся довольствоваться малым, потому что понимаем, фундаментальная картина у нас продолжает свидетельствовать в пользу того, что Brent легко может уйти в район 25 долларов за баррель. После этого достижение минимума 29,91 пошло восстановление. Brent закрыл вчерашнюю торговую сессию на уровне 31,07, сейчас 31,68. Я еще раз напоминаю, что лучше поставить стоповые ордера в значении 32 доллара за баррель, чтобы сделка была сейчас на уровне без убытка. И мы не понесли никаких потерь, хотя бы по этому активу, потому что по рынку Форекс у нас было в последнее время много таких непредвиденных движений, которые вынужденно закрывали наши позиции под стоп-лоссом. Но ни в коем случае не расстраивайтесь, надеюсь, что вы контролируете риски. Будут, конечно же, следующие макроэкономические отсчеты, поводы, и будет непременно та динамика, которая нам необходима, а мы сможем легко отбить все эти потери. Что касается нефти, вчера день был довольно-таки спокойный с точки зрения новостного фона, ну, никакой статистики серьезной в целом не было. Поэтому я предлагаю снова отталкиваться от того, что мы получили несколькими днями ранее, с точки зрения фактов. Это беспрецедентные объемы запасов нефти США, исторические максимумы в Кушинге, то же самое. После того, как стало известно, что объемы производства в рамках ключевых производителей растут, участники рынка снова вернулись к теме того, что в таком состоянии рынок энергоисусов будет пребывать еще долгое время. По причине отсутствия спроса это и будет оставаться ключевой темой. Если вы помните, еще в середине 2015 года были разговоры активные о том, что снижение количества буровых в США, действительно, за последние полтора года, год с небольшим, так будет точнее, количество буровых просело больше, чем в два раза, и говорили, что в связи с этим объемы производства будут снижаться. Поскольку падает количество буровых, якобы по причине нерентабельности, значит, скорее всего, это приведет к тому, что и объемы выработки также будут снижаться, из-за того, что инвестиции будут в инвестический сектор также падать. Но вот прошло больше полугода с тех пор, и что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что даже при условии снижения буровых фактически объемы производства не просто не снижаются, они даже не остаются на прежних уровнях, они растут. И вы помните последние цифры, как со стороны Ирана, мы тут же упаковали это в общие показатели ближневосточного картеля и понимаем то, что сейчас рынок находится в совершенно новой фазе переизбытка. После того, как Иран уже отчитался о том, что увеличили объемы поставок до 2,99 миллионов баррелей в сутки, Международное энергетическое агентство было вынуждено скорректировать, опять же, прогнозы по актуальной цене, возможной цене на предстоящий квартал, и эти прогнозы уже предполагают возможность еще большего снижения. И произойдет это, скорее всего, уже в самые ближайшие дни. Но Международное энергетическое агентство сослалось даже на ближайшие недели. Иран увеличил объемы производства, чтобы вы понимали, гораздо более быстрыми темпами, чем даже прогнозировалось самим Ираном. И если раньше мы ориентировались на прирост до конца первого полугодия 2016 года до 2,85, сейчас актуальная цифра 2,99, и я думаю, что середина 2016 года будет уже характеризоваться показателями в 3 с небольшим. И это еще один негативный фактор, который будет сказываться на динамике нефти, разумеется, с точки зрения разгрузки, потому что параллельно с ростом объема производства Ирана будут расти темпы выработки нефти и в Саудовской Аравии, потому что здесь, исходя из-за противостояния продолжающегося, страны и регионы работают в связке, и это будет лишь только усиливать общий избыток и предложение на рынке энергоресурсов. Почему же все-таки нефть к концу торговой сессии вчера развернулась и добралась до локальных дневных хаев? Это было связано с тем, что ОПЕК сообщил о том, что они готовы взаимодействовать с прочими производителями энергоресурсов, дабы найти солидарную, точнее выработать даже позицию по согласованию каких-то мер, которые будут направлены на восстановление стоимости актива и слома вот этого негативного тренда. То же самое было две недели назад, месяц назад. Это, опять же, спекулятивная игра, которую продолжает ОПЕК. Может быть, они сами зарабатывают на этом локальном ралли. Я еще раз рекомендую вам не поддаваться вот этим настроенческим факторам, потому что у нас, по крайней мере, по нефти уж точно, как по сырьевому активу, достаточно фактов, статистики, говорящих в пользу того, что бренд может оказаться ниже 30 долларов за баррель и пойти в район 25. И, собственно, после прогноза Международного энергетического агентства Goldman Sachs в своей инвестиционной записке для клиентов предложил также ориентироваться, собственно, как и я, рекомендую вам на уровень 20 долларов за баррель. Поскольку риски волатильности сейчас присутствуют, и мы знаем то, что вот эти настроения, касающиеся возможной встречи, они приводят к локальному выпаду бренда наверх. Давайте тогда, как я уже отметил, все-таки не будем рисковать. Если нефть окажется в районе 32, покинем этот актив, потом посмотрим за новостным фоном. И если ситуация изменится, может быть, получим новую статистику, непременно получим. Тогда будем снова рассматривать возможность для продаж. Последующий уровень я, конечно же, вам анонсирую. Российская валюта ориентировалась на сопротивление 80 рублей против доллара. Собственно, этот уровень достигнут. Значит, девальвация, так же, как и предполагалось, не заставила себя долго ждать. Вынужденное ослабление курса рубля. Но 80 была нашей ближайшей планкой, потому что мы все-таки метим на более серьезный факт ослабления. Поэтому, если вы до сих пор находитесь в сделке, не нужно выходить из расположения, скажем, этого трейда, потому что впереди у нас непременно будут значения еще выше. Тем более, что новостной фон пока не меняется. Да, нефть восстанавливается. Сейчас актуальны кировки 7906, но все равно игра стоит свеч. Потому что в случае возобновления коррекционного тренда по рублю мы увидим очень интересные и привлекательные, с точки зрения профита, значения. Их нужно дождаться. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Вчера этот дуэт валютных активов также был одним из самых волатильных. Может быть, даже еще более волатильное движение показывал австралиец против доллара. Если есть возможность, конечно же, посмотрите, потому что там диапазон не в нового хода превышает даже две фигуры. Что касается европейской валюты. Мы видели вчера рост. Ралли продолжается. Евро прессингует, отстаивает, а точнее даже отыгрывает собственный статус валюты финансирования. который позволяет расти на фоне всеобщей рыночной паники. И между строк мы допускали, да и, в принципе, я и сейчас допускаю то, что евро, учитывая такой запал для восходящего движения, при неизменности, опять же, новостного фона, при наличии прежних панических настроений, реально уже претендует на то, чтобы добраться до уровня 1.15. Но все-таки, даже исходя из таких логичных ожиданий того, что евро доберется до этого значения, есть риски и внезапной коррекции. Тем более, что оснований для этого предостаточно. И если она пойдет, то она будет также существенной. Поэтому лучше сейчас по-прежнему держаться вне длинных сделок по европейскому валютному активу и даже коротких тоже. Потому что у нас есть конкретные ожидания, как мы хотим поторговать по главному валютному риску. И предлагаю по-прежнему следить за новостным фоном, просто дожидаясь, когда все-таки пара евро-доллар спустится в район 1.10. Хотя сегодня, после того, как сейчас резюмирую, опять же, общий новостной фонд, все-таки хочу предложить вам одну спекулятивную идею. Европейская валюта. Тот коллапс в плане обвала фондовых рынков, которые мы видели вчера, снова спровоцировал бегство трейдеров из расположения рисковых инструментов в защиту. Поэтому вчера росли и доходности американских бумаг, вчера и франка достаточно неплохо прибавил. Иена тоже вы прекрасно видели. И золото, которое показало чудовищную волатильность. Там несколько десятков долларов буквально в самый короткий промежуток и интервал времени удалось набрать этому активу. Почему европейская валюта росла? Помимо того, что обладает статусом валюты финансирования, да, может быть, это ключевой фактор. Я считаю то, что еще одним дополнительным стимулом для ралли выступил резонанс от прошедшей конференции председателя ФРС Жанет Елен, которая все-таки не уважила трейдеров и не обозначила жесткую риторику и жесткие комментарии по возможности изменения монетарной политики. Но о конференции Елен, с вашего позволения, давайте поговорим чуть позже, когда перейдем к паре USD и иены. Понятно просто дело, что доллар, по факту уже состоявшегося выступления Елен, потерял, и этим воспользовалась европейская валюта. Очень интересными под конец вчерашней торговой сессии стали итоги опроса рейтерса, которые были посвящены перспективам монетарной политики валютного блока. В частности, вопросы были прямолинейные, как вы ожидаете, будет ли снижаться инфляция, будет ли действовать Европейский центральный банк, и какие изменения вообще стоит ожидать, и на что стоит ориентироваться. Может быть, по факту уже ближайшего мартовского заседания. Большинство опрошенных экономистов, скажем, сошлись в единой позиции того, что индекс потребительских цен в рамках валютного блока будет снижаться к нулевой отметке, а потом уже и вовсе окажется в дефекционной пропасти. На вопрос о том, на что пойдет ЕЦБ, чтобы исправить эту ситуацию, все ответили, что это еще одно снижение процентной ставки, и это снижение произойдет уже в марте. С 0,3% по депозиту ставку скорректировать до минус 0,4% по депозиту. Что касается рисков того, влияет ли спад глобальной экономики на еврозону, также все отметили, что, конечно же, влияет и по средней статистике европейского происхождения, этому явное подтверждение. Что касается, опять же, сегодняшней торговой сессии, сегодня я считаю абсолютно уверен, то, что в отличие от прошлых дней, европейский валютный актив вряд ли сможет игнорировать тот новостной фонд, который у нас еще впереди. Буквально через 45 минут мы уже настраиваемся на индекс потребительских цен по Германию. В частности, это статистика сначала инфляция по Германии, в это же время ВВП и спустя несколько часов ВВП еврозоны. Учитывая те негативные тенденции, которые мы продолжаем констатировать из брифинга в брифинг, я хочу сказать то, что даже исходя от последних показателей по торговому балансу, по промышленному сектору, бизнес-ожиданиям и настроениям, нам не стоит надеяться на хорошие показатели по экономическому расширению. Поэтому сегодня в лучшем случае я считаю то, что ВВП Германии вырастет на 0,2%. Но даже это будет плохо, потому что прогнозы значатся выше. И вроде бы как ведущая экономика валютного блока достойна более высоких показателей. Если статистика совпадет с моей оценкой на 0,2%, а может быть даже окажется еще хуже, то, разумеется, это непременно снова вернет нас к тому, что мы продолжили бы обозначать факт продолжающейся рецессии Германии, что скажется таким резонирующим эффектом и на экономике еврозоны. Что касается отчета по ВВП всего валютного блока, здесь тоже такие же слабые ожидания, поэтому европейская валюта может получить, скажем, еще один такой пинок для коррекции, исходя из этого отчета. Ну и не забывайте о том, что помимо фундамента, сегодня у нас, учитывая пятничную торговую сессию, велика вероятность так называемого эффекта пятницы, когда трейдеры после состоявшегося затяжного ралли, а я считаю то, что рост в последней неделе, он позволяет нам говорить, что именно это и было, трейдеры переходят к фиксации результата. И фиксация длинных сделок провоцирует, конечно же, технический откат. Поэтому сегодня я допускаю, что фонд воедино навалится на евро со стороны фундамента и техники и сможет придавить позиции главного валютного риска против доллара. В связи с этим я хочу предложить вам сделку. Актуальные ликтировки 1.12.96, селл-стоп с уровня 1.12.70, тейк-профит 1.11.50, стоп-лосс 1.13.30. Понимаю то, что эта сделка очень рискованная, учитывая колоссальную волатильность. Но также допуская возможность коррекции, считаю то, что можно попытаться под конец этой недели использовать такой фонд, такие ожидания и получить хоть какой-то профит по паре евро-доллар, прежде чем мы перейдем к нашей долгосрочной сделке и продажам с уровня 1.10. Далее идем. Фунт против доллара. Вчера британская валюта, как мы предполагали, все-таки не смогла справиться с серьезным фундаментальным негативом, который нависал на этой валюту уже несколько сессий подряд, как дамоклый меч такой. Помните данные по торговому балансу, по промышленному производству? Буквально позавчера отчет крайне плохой, минус 1.7 в годовом эквиваленте просадка, минус 1.1 в месячном. И британец на эти слабые макроэкономические ризы никак не отреагировал. Связано это было с тем, что он предпочел использовать ту поддержку, которая присутствовала на рынке из-за слабости доллара. Ну и стоит признать, сделал это, конечно же, очень неплохо. Ему это удалось. Но фундамент не отпускает, он присутствует на рынке. И мы говорили о том, что все-таки совладать с ним фунту не удастся. В принципе, мы это действительно и сейчас видим. Поэтому, учитывая тот негативный настрой, который идет со стороны макроэкономического фонда, у нас есть, опять же, и фундаментальная такая секция, которая позволяет нам не верить в какое-то бычье будущее британца, больше настраиваясь на то, что фунт должен или больше-то обязан вернуться даже в район 1,40. Еще я вчера обратил внимание на спред доходности между британскими облигациями и американскими. В частности, британские бумаги десятилетки достигли по доходности исторического минимума и просили за одну торговую сессию на 11 пунктов. А что касается американских бумаг, то они снизились, но не так активно. 9% пунктов. Получается, что вот эта разница, которая образовалась, она сделала автоматом американские бумаги более привлекательными, а, соответственно, и инвестиции в этот актив и в доллар тоже были более выгодны в свете. Доллар от этого выиграл, в связи с чем и британец также попал под давлением и этого фактора. Сегодня важных отчетов британского происхождения нет, поэтому предлагаю следить за американским фундаментом, тем более, что впереди у нас очень важный отчет, как я отметил в начале этого брифинга, розничные продажи. Если вы посмотрите на содержание экономического календаря, на прогнозы экспертов, считается, что сегодня цифра будет гораздо лучше в прошлый оценок. И если это так, доллар сможет получить дополнительную поддержку. Поэтому по паре фунт-доллар мы снова делаем ставку на ослабление. Ближайший, соответственно, уровень тейк-профита у нас 1.42, стоп-лосс 1.4530. Думаю, что если все пойдет так, как мы планируем, британец сможет просесть вслед за другими рисковыми активами и в рамках сегодняшней торговой сессии. Доллар японская иена. Вчера также безумная волатильность с открытия торговой сессии по причине того, что японские фондовые рынки были закрыты из-за низкой ликвидности, волатильность возросла. Ослабление больше фигуры, в частности, минимальное даже значение, которое показал этот тандем валютных активов 112.40. Но после того, как была достигнута эта нисходящая планка, мы увидели стремительное восстановление пары USD и рост до значения 112.40. Это, собственно, и закрытие в сегодняшней торговой сессии. Основано оно было на том, что на рынке появились слухи о том, что Банк Японии в виде, что происходит с национальной валютой, провел валютные интервенции. Пока это еще, конечно же, не подтверждено, но я думаю, что вполне вероятно, потому что текущее значение даже не допускались еще неделю назад, как крайне невыгодные или просто катастрофические для национальных производителей. И если валюта начинает так укрепляться против американского доллара, по идее, национальный регулятор должен действовать, чтобы исправлять эту ситуацию, влиять на актуальный курс и способствовать его ослаблению. Может быть, кулуарно что-то вроде интервенции мы вчера и наблюдали. После того, как, в принципе, пошла обратная динамика, я уже отметил, говоря про британца, поддержала еще USD иену и доходность американских трежерис, это также подстегнуло восстановление. Сегодня утром состоялась конференция Курады, где он в очередной раз сделал акцент на то, что Банк Японии пойдет на все меры для того, чтобы разогнать индекс потребительских цен для 2%, и, может быть, под этими мерами подразумевается снижение процентной ставки по депозитам и решение программы количественного смягчения. Собственно, после того, как эти слова были анонсированы со стороны Курады, Морган Стэнли предложил такую инвестиционную идею своим клиентам, как настраиваться на возможные изменения монетарной политики уже по итогам следующего заседания, которое состоится 17 марта. И в подтверждении этих слов, или, точнее, лучше, на что стоит настраиваться, это снижение ставки с текущих минус 0,1% до минус 0,5% и расширение программы количественного смягчения с 80 триллион йен до 100 триллион. Считаю то, что снижение процентной ставки, конечно же, вероятно, но расширение программы количественного смягчения пока, давайте просто иметь в виду, но вряд ли Банк Японии так быстро пойдет на этот шаг. Все равно, даже снижение процентной ставки – это дополнительная мера экономического стимулирования, и мы помним, каким образом подобные действия сказываются на динамике японской валюты. Йен начинает активно слабеть. Может быть, нечто подобное мы увидим и в ходе мартовского заседания. Напоминаю то, что по USD-йене у нас по-прежнему ожидание роста доллара, но мы скорректировали уже нашу цель с 120, то есть отложенный ордер, когда мы хотим оказаться в рынке. Перенесли его на уровень 115, ждем восстановления до этого рубежа, и цели остаются неизменные. Take profit – это в районе 125. Далее идем. Хотел отметить еще пару USD-свисей. Одну секундочку. Актуальные котировки на текущий момент по USD-свисе 0.9739. В частности, минимум вчерашнего дня 0.9659. И как только на рынке стало усиливаться ожидание того, что выход трейдеров из рисковых инструментов в защиту будет провоцировать дальнейшее укрепление Франко, как одного из лучших представителей защитных инструментов, снова в игру вмешался Национальный банк Швейцарии, который в очередной раз дал понятие, точнее даже обозначил готовность к валютным интервенциям, которые могут последовать в прямом смысле в любую минуту. И после того, как эти слова были анонсированы, мы увидели восстановление пары USD-свисей и вот текущие котировки 0.9739, то есть практически на 100 пунктов. Считаю то, что потенциал для восходящего движения по-прежнему сохраняется. У нас ближайшие ориентиры – это снова паритетные значения. Ну а долгосрочные профитные цели – это 1.02 и 1.03. От этой идеи также пока не отказываемся. И еще австралиец сегодня довольно интересный актив, потому что сегодня утром состоялась конференция председателя Резервного банка Австралии Гленна Стивенсона, где он отметил, что не хотелось бы видеть еще большее укрепление австралийца. И учитывая низкие показатели по инфляции, есть вероятность снижения процентной ставки. Реакция австралийца не заставила себя долго ждать. Мы видим локальное ослабление, в частности, актуальные котировки 0.70.99. С точки зрения фундамента, конечно же, на австралийца должен слабеть сейчас, так же, как и новозеланец. У нас ориентир – сначала доберемся до уровня 0.70, а там будем, конечно же, искать конкретные возможности для сделки. Но, отталкиваясь от техники, даже уже есть опыт формирующегося и сформированного молота на днем, как посмотрите, по евро-доллару. Я вчера не акцентировал на нем внимание, потому что полагал, что все-таки евро может скорректироваться. Но вот как раз тот молот, который был зафиксирован на рынке, он свидетельствовал о том, что ралли будет продолжено. И евро вчера оправдал этот технический сигнал. То же самое мы сейчас видим по австралийцу. Если все-таки фундамент снова будет убран на второй план, значит, этот технический сигнал позволит австралийцу добраться до новых локальных максимумов, может быть, в районе 0.71-0.50 до конца сегодняшней торговой сессии. Но это так, в формате просто наблюдений. Не нужно подключаться к этой сделке, просто смотрим за тем, что происходит, и настраиваемся на то, что рисковые инструменты должны ослабнуть, прежде чем мы подключимся к трейдингу. Из важных отчетов сегодня, повторяю, уже через 35 минут данные по индексу потребительских цен Германии, в 12.00 ВВП еврозоны и в 16.30 роничные продажи в США. По еврозоне жду слабых отчетов и, соответственно, давления на европейский валютный актив. Что касается роничных продаж в США, здесь, если прогнозы оправдаются, ждем поддержки для доллара, ну и, соответственно, хоть какого-то роста под конец этой торговой пятидневки. На этом все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы знаете, их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать форум Amarkets. Хороших вам выходных и сегодняшней торговой сессии. И увидимся уже в ходе брифинга в понедельник. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok